Привет всем любителям поболтать за рулем. Часто люди просят меня снять подобные видео, где я еду, и просто озвучиваю какие-то свои мысли за рулем байка. И специально для вас. Сегодня мы поговорим о туристах, дорогие друзья. Так как сам сейчас я являюсь тоже обычным туристом, мы проедемся заодно по дорогам Самуи, по его совершенно нетуристической части. Мы сейчас едем по левой части острова, на которой преимущественно живут одни тайцы. И туристов здесь просто по минимуму. Вот простые домики тайцев, безо всяких там пятизвездочных гостиниц. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, как, как же я сильно, блин, ненавижу туристов. Хотя сам являюсь туристом. И казалось бы, это какой-то гребаный парадокс. Какая-то аномалия. Как можно ненавидеть туристов, когда ты сам просто гребаный турист и приехал сюда по обыкновенной путевке. Итак, что же я имею в виду? Так как, естественно, уже не впервой покидаю я быки, буйволы какие-то. Покидаю я территорию нашей страны. И, естественно, каждый раз рядом же есть другие люди, которые отдыхают тоже. И просто я наблюдаю, что они делают. И сравниваю это со своим, например, отдыхом. И каждый раз я просто в шоке. Я просто в шоке от того, как скучно, лично по моему мнению, люди проводят свое время. Просто необычайно скучно, уныло. Они никогда не видят то, что, например, я вижу сейчас. Вы видите это. Какой-нибудь среднестатистический турист вообще здесь, наверное, никогда не проезжает. Я не говорю, что не все, но большинство точно. Итак, давайте я вам расскажу сначала, как я планирую свой отдых. И, ну, примерно, как все это происходит. Итак, сначала я думаю, куда бы мне было интересно поехать. То есть, не куда там меня кто-то послал, а мне на все пофиг. Куда мне интересно поехать и что мне там, соответственно, интересно посмотреть. В итоге вы приезжаете в то место, которое вам интересно. У вас есть ограниченное количество времени. Весьма ограниченное. И за это время, по моему мнению, нужно посмотреть все по максимуму. То есть, это, возможно, какие-то экскурсии, если бывают интересные, что весьма нечасто, конечно. Это аренда байка, чтобы все объездить и посмотреть по максимуму все самому. Или это аренда машины, кому больше нравятся машины. То есть, разницы-то, в принципе, особо никакой нет. Суть в том, чтобы передвигаться, не важно как. Я изучаю, например, какие есть достопримечательности на этом острове. Куда можно заехать. Скачиваю навигатор в телефон. Скачиваю карты этого места в телефон, чтобы я понимал, где я передвигаюсь, куда мне надо. У меня стоят точки. То есть, чтобы... Клевый мопед, клевая крыша. Чтобы время использовать по максимуму эффективно уже здесь. То есть, какую-то работу я проделываю дома. После чего мы приезжаем, начинаем все это объезжать. Если есть хоть что-то более-менее интересное, я это снимаю себе на память. Ну и, в принципе, все отпуск проходит. Мы везде покатались. Многое посмотрели, на что денег хватало. И отправились домой. Как отдыхает большинство людей, которые... Которые отдыхают даже в нашем отеле сейчас. То есть, они по большей части не берут байк, не берут машину. Да, есть и такие, но большая часть этого не делают. Они ходят есть вечерами в одни и те же места. Там 2-3 кафе, которые находятся рядом с нашим отелем. Все, там абсолютное кафе для европейцев. Никаких тебе экзотических блюд, весьма большие цены. Их это устраивает. А целыми днями они лежат на пляже. Это, то есть, десятки дней. Кто-то там на 2-3 недели приезжает. Они приходят после завтрака с утра и лежат там, пока не уйдет солнышко. Они уже все коричневые. Я не знаю, куда уж больше-то загорать. Но мне кажется, они даже не знают, как проводить время по-другому. Они лежат по несколько часов в день, жарятся. Все. Потом наступает вечер, они идут в кафе, которое находится рядом с гостиницей. Едят там. И на этом все заканчивается. То есть, реально, люди живут в отелях. Им нафиг, по-моему, не надо никуда выбираться. То ли они боятся брать байки, машины. То ли что, то ли они не хотят ничего видеть. Но я не понимаю. Вот, например, вы съездили на этот остров, да? И вы просидели 2 недели в отеле. Ну и выбирались там куда-то. 10 шагов от него пешком. По сути, вы ничего не видели. Но зато потом вы будете рассказывать своим друзьям, как вы классно отрывались. Как вы видели все, я не знаю. И людей как бы это устраивает. Что мне-то непонятно. То есть, если бы их кто-то сдерживал. Или финансы. Или, я не знаю, еще что-то. Так видно, что у людей деньги есть. Но они не хотят ничего. Они приехали. И они живут в отеле. И никуда не ходят. Никуда не ездят. Их все устраивает. Смотришь видео на ютюбе. Прямо сидишь. И кто-то загружает же каждый день видео. Смотришь, как люди отдыхают на этом острове помимо тебя. Думаешь, ну, наверное, кто-то как бы отрывается. Все-таки на полную катушку. Нет. Здоровые мужики выкладывают видео про то, как они съездили на джип-сафари. Все чисто заезженные места. Просто заезженные. Где в день проходит по сотне туристов. И, блин, я понимаю, что у меня-то с ними вообще нет ничего общего. Вообще нет ничего общего. С этими людьми, которые лежат на пляжах целыми днями. Загружают потом фоточки в инстаграм, что они находятся на пляже, там, я не знаю, со своими ногами. Типа, я лежу на лежаке, и вот передо мной море. И им там начинают все писать, как же я тебе завидую. У них нет никакого желания изучать мир. Я не знаю. Блин, как это сказать? И как бы у меня мало времени. Я хочу посмотреть все. Я хочу покататься. Вот тут один среди тайцев. Буквально проникнуться атмосферой. Покинуть комфортную зону отеля, где все не по-настоящему. Поездить вот по этим вот тайским безумным рынкам, где стоят простые люди на своих простых мопедах. Все. Вот сидит чувак с пакетом, ест что-то из него. Вот это, я не знаю, простая жизнь Таиланда. Но это никому не надо, по большей части. Я надеюсь, камера сейчас передает этот великолепный закат. Я не знаю, там можно остановиться, наверное, даже поснимать, посмотреть. Вон тут уже есть огромная толпа желающих на это все посмотреть. Я надеюсь, сейчас вам все видно, камера передает. На самом деле выглядит прикольно, хоть и облачно. Тайская свадьба. В принципе, все как у нас. Только фоточки, я думаю, немного покруче, потому что есть море и закат. Сейчас будут фоткаться на фоне заката. Странно, что люди как бы всего боятся. Прям реально. Вот большая часть людей просто, мне кажется, боится всего на свете. Люди боятся брать байки. Потому что каждый мужик будет при этом орать. Джип и разборка местная. А как бы мужик будет орать, что он в детстве на ежаках там отжигал. Как у нас любят в России мужики орать. Каждый второй, что он в детстве на ежаке, на Урале. Ух, у них были мотоциклы. Они катались просто годами на этих мотоциклах. И вообще перебирали двигатель по 500 раз на своем ежаке. Но это я к чему говорю, что они как бы умеют водить мотоцикл. Умеют водить мотоцикл. То есть скутер водить намного легче. Не надо щелкать никакие передачи. Просто откручиваешь газ. Вот я сейчас веду одной рукой. По вечернему, я не знаю, Таиланду этот скутер. Но при этом все как бы будут утверждать вам, что это другая страна. Это левостороннее движение. Азиаты, они же водят как психи. Водят как психи. Они же нестабильные. Здесь же жесть. Жесть. Нет, лучше здесь конечно технику не брать. Надо же, надо же поберечь себя. Итак, мы едем 40. Я веду одной рукой. Вечер. Самуи. Левостороннее движение. Да, ребята, это жесть. Здесь азиаты водят как психи. Вот стопудово, я не знаю. Многие из туристов именно так и думают. Сумасшедшее движение. Ого-го. Как же быть? Мы наблюдаем какого-то монаха, который сейчас путешествует на скутере. Монах-скутерец. Монах-скутерец. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.